Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адремитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв в море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывший в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поронявшись с книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом, мимо него прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло до больного времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словами Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика в пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго они ели, то Павел, встал посреди них, сказал «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерев глубину, нашли двадцать сажин. Потом, на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажин. Опасаясь, чтобы не попасть на камнистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. «Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Войны согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел, умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю, впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. В сегодняшнем апостольском чтении мы слышали рассказ святого апостола-евангиста Луки о том, как святой апостол Павел проходил последнее в своей земной жизни путешествие. Путешествие в столицу Римской империи, где его ожидал суд самого императора. При этом мы видим, что автор книги «Деяний», упомянутый нами евангелист Лука говорит о данном путешествии не по пересказам, не как сторонний наблюдатель, но как непосредственный участник всех тех событий. Как мы видим из самого предложенного намшему вниманию текста, указанное путешествие первого Верховного апостола вовсе не было спокойным и безопасным. Сначала корабль, на котором апостола Павла перевозили вместе с прочими заключенными, должен был пристать по причине противных ветров к острову Кипр, а несколько позже судну довелось совершить непредвиденную остановку возле острова Крит. Но и там они долго оставаться не могли, так как задули очень опасные в то время года юго-западные ветра. Таким образом, плавание с каждым днём делалось всё более и более опасным. Весьма настороженно было продолжать дальнейший путь. Люди, знавшие море, это понимали, но боялись не выполнить приказ. Однако апостол не прекращал попытки вразумить команду корабля. Он взывал, «Мужа, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Впрочем, сотник не послушал Павла, так как более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам какого-то заключённого. И потому трудное путешествие было продолжено. Спустя некоторое время предостережения Павла сбылись. Как пишет об этом очевидец и участник данного путешествия, святой апостол Евангелис Лука скоро поднялся против него ветер, бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Когда у экипажа корабля исчезла уже всякая надежда на спасение в таких жутких природных условиях, святой апостол Павел вновь обратился ко всем своим спутникам и сказал, «Мужи, надлежало послушаться Меня, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». По словам Блаженного Феофилакта Болгарского, даже в такой сложной ситуации апостол Павел обращается к своим спутникам не с укоризной за то, что его не послушали, но с кротостью и пониманием. Павел не винит в опасности всеобщей загибели команду корабля, дабы не угнетать и без того впавшие в уныние и отчаянные души. И действительно, через некоторое время корабль стал приближаться к суше, и весь его экипаж был спасен. Почему Святая Церковь предлагает нашему вниманию сегодня именно это апостольское зачало? О чем она хочет нам сказать с его помощью? По мысли толкователей, данный апостольский отрывок весьма важен для каждого из нас, так как помогает нам убедиться в реальности такого явления, как промысл Божий. Святитель Василий Великий учит, в том, что существует и что происходит в нашей жизни, нет ничего ни напрасного, ни случайного, ни неопределенного. Но все, что происходит с нами, происходит так по высшему воизнавлению Бога. Даже в том случае, если мы чего-то не понимаем или даже не хотим принять, есть определенная цель. И эта цель очень часто в силу нашей ограниченности нам непонятна. По замечанию одного современного подвижника, если мы не знаем плана постройки того или иного здания, в самом начале его возведения нам может показаться, что строители совершают бессмысленные действия. И только к концу строительства мы видим воочию, что то, что было запланировано изначально, доведено до совершенства. Точно так же и в духовной жизни человека. Иногда нам кажется, что Бог поступает с нами жестоко или несправедливо, что Он в чем-то незаслуженно нас наказывает. Но проходит время, и мы понимаем, что то, что нам казалось ранее наказанием, на самом деле было для нас благом и милостью Божьей. Помимо об этом, мы всегда должны верить Богу, доверять Ему и уповать на Него. Ведь Он, как никто другой, знает, что поистине для нас важно и спасительно в каждый отдельный момент нашей земной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова